В Самаре суд вынес приговор по уголовному делу о хищении со склада МВД 6000 литров метилового спирта. Из него изготовили сидр, которым в июне прошлого года отравились свыше 100 человек. Более 40 из них погибли. Виновными признали трех мужчин по статье о покушении на кражу в крупном размере. Один получил 3,5 года колонии строгого режима, второй 3,5 года общего. А третьему назначили 3 года и 4 месяца общего режима. В Самаре полисом добровольного медицинского страхования, выданным работодателем, пользуется только 56% опрошенных работников. Чаще полис ДМС востребован женщинами. Каждый четвертый участник опроса заявил, что не нуждается в медицинских услугах по ДМС, так как почти никогда не болеет. 13% респондентов признались, что не успевают посещать врачей, поэтому такое медицинское страхование им не требуется. В Самаре прошла творческая встреча с народным артистом России Владимиром Стекловым. Молодежь познакомилась с художественным руководителем Московского современного театра. Все желающие смогли задать интересующие вопросы. Подробности в программе события на телеканале «Самара ГИС». В пятницу 1 марта в Самарской области объявили «желтый уровень опасности». По данным синоптиков, местами по региону ожидается туман при видимости 500 метров и менее. «Ласточку», курсирующую по направлению «Самара-Тольятти-Самара», с 1 по 4 марта заменят шестивагонным пригородным электропоездом. Это связано с производственной необходимостью. По достижении пенсионного возраста жители Самарской области могут оформить заявление на автоматическое назначение страховой пенсии по старости. Подать его можно на портале Госуслуг. С начала года региональное отделение СФР назначило 1324 страховых пенсий по старости. В 2024 году на пенсию могут выйти женщины, которым исполняется 58 лет, а также мужчины в возрасте 63 лет. Продолжение следует...